Шалом! Здравствуйте! Наша сегодняшняя тема это Лели Седер, Пасхальный Седер. Все те, у кого есть Пасхальный Агадот, Агадот Шель-Песах, могут вкратце ознакомиться с порядком проведения Пасхального Седера. Мы поговорим сегодня о непосредственной подготовке к Седер. Как и все еврейские праздники, Песах начинается с вечера. Сразу же после того, как глава семьи возвращается с вечерней молитвой, следует начать Пасхальный Седер. В эту ночь мы ограничены во времени. С одной стороны, мы не можем начать Пасхальный Седер прежде, чем наступила ночь, то есть появились звезды. С другой стороны, мы должны завершить Седер до Хацот, до полуночи. И поэтому следует начать Пасхальный Седер как можно раньше. Для этого все должно быть готово в Канун Песах. Если еще одна причина начать Пасхальный Седер как можно раньше, дело в том, что одна из основных заповедей, связанных с Алицедер, это заповедь «Вейгатту де Винхо». Митсва рассказает нашим детям о всем том, что происходило во время исхода из Египта, о всех чудесах, которые Творец этого мира сделал для еврейского народа. И поэтому дети должны бодрствовать. И, соответственно, следует начать как можно раньше. Какие подготовки следует провести в Канун Песаха для того, чтобы быть готовым к Лейдседер? Во-первых, то, что касается мацот, люди, которые покупают фабричный мацот, они, как правило, готовы к употреблению. Те же, которые выпекают мацот самостоятельно, важно не забыть отделить халу от мацот в Канун Песах. Вино. Есть заповедь выпить 4 стакана вина или виноградного сока в течение пасхального седера. И поэтому, если есть у вас бутылки, которые закрыты пробками с винтовой нарезкой, важно вскрыть эти пробки в Канун Песаха, потому что в Шаббат и в праздники нельзя открывать пробки с винтовой нарезкой. Стол также должен быть накрыт в Канун Песаха. Принято накрывать стол очень празднично, даже более празднично, чем Шаббатот, и украшать стол красивой посудой. По стопу-послоку этот день, когда мы вышли из рабства к свободе, то мы должны себя чувствовать в этот день свободными людьми. Если есть необходимость, есть возможность, то следует пригласить к столу на рельседер людей бедных, неимущих, чтобы они также чувствовали себя свободными людьми. Хорошо приготовить орешки или какие-либо сладости для детей, чтобы они бодрствовали. Можно положить детей спать днём, потому что очень важно, как мы уже говорили, чтобы дети присутствовали в рельседере, чтобы они смогли выслушать внимательно рассказ о исходе из Египта. Перед ведущим седер, как правило, есть ведущий седер, это глава семьи или кто-либо другой, должна стоять киара. Киара — это специальное блюдо, где мы располагаем разные вещи, которые мы пользуемся в течение седер. Как правило, киара ставится только перед ведущим. Мацот, а это три мацы, как мы будем говорить, есть разные традиции по этому поводу. Желательно, чтобы каждый из присутствующих на рельседер, чтобы перед ним лежали три цельных мацы. Из чего состоит киара? Это блюдо, на котором располагаются следующие виды. Во-первых, это марор, это горькая зелень. Будем говорить, что это либо хаса, либо хрен. Харосет — это такое блюдо, куда мы макаем марор во время седер. Карпас — это вид овощей. Это жареное мясо. Желательно, чтобы это была куриная полочка, жареная, которая кладется на киару в память о Корбан-Песах, о пасхальной жертве, которой в данный момент, когда у нас нет храма, мы не можем принести ее в жертву, так мы и кладем зро, это жареное мясо, в память о пасхальной жертве. А также яйцо. Яйцо должно быть жареное или вареное. Это яйцо мы кладем в память о жертве хагика, которое в наше время мы тоже не имеем возможности принести. Порядок расположения этих видов на блюде, которое называется киара, есть по этому поводу разные традиции. Большинство общин располагают эти виды на пасхальной киаре в следующем порядке. В центре марор, слева это яйцо, яйцо и карпас, справа зро, то есть мясо и хоросет, и снизу от марор хазет, где располагаются мацот. По мнению Ариза и мацот должны находиться под киарой, но иногда киара, она отяжеляет, она может сломать мацот, и поэтому в некоторых местах принято делать киара, которая стоит немножко высоко, двухэтажная киара, и под киарой располагаются три цельных мацы. Те, у кого нет такой возможности, могут просто мацот положить рядом с киарой. Опять же, это касается только ведущего, так как перед остальными есть только мацот, и все те виды, которые есть на киара, хозяин он потом дает попробовать всем остальным. Это то, что касается киара. Теперь мы подробно поговорим о всех тех видах, которые составляют киара. Морор, как мы уже говорили, должен быть хаса или хрен. Есть некоторые мнения, которые говорят, что недостаточно хаса, так как недостаточно горько, и поэтому используют хрен. В линдских Гаон, он не натирал хрен до Песах, потому что он хотел, чтобы это сохранило всю свою горечь. Есть многие, которые натирают хрен и закрывают их в специальные грамматические коробочки, так чтобы он оставался горьким во время седа. Есть мнения среди мудрецов, что не обязательно, чтобы он был сильно горьким. Есть которые специально кладут некоторое время, чтобы он терял свою горечь открытым, так как если хрен он закрыт, его очень тяжело кушать. Это то, что касается хрен или хаса. Харосет, это то блюдо, куда мы окунаем хрен в течение седр, принято делать из плодов, которые одестворяют народ Израиля. Это яблоки, инжир, орехи, миндаль, гранат. Принято все это смешивать с вином, в память о крови. Это была одна из казни египетских. И это должна быть густая смесь, которая напоминает глину. Евреи работали рабским трудом в Египте. Это нам напоминает о том рабском труде, который мы проводили в Египте. Карпас. Карпас. Это тот вид овощей, который мы кушаем во время седа. Это может быть любой овощ, который не морор. Любой овощ, это может быть картошка или что-либо другое. Разведаны небольшие кусочки, которые меньше кизают. Принято, что это действительно карпас, это селери. И если человеку есть такая возможность достать селери, то это предпочительный. Мацот, должно быть три цельных мацы перед каждым. Желательно, чтобы это была маца шмура, то есть маца, которая приготовлена в соответствии со всеми предписаниями еврейского закона. Это должны быть цельные маца, не надломленные, не треснутые. Если есть небольшая трещина, то это считается цельной маца. Если мы берем за маленький конец мацы, и большой конец мацы, он не падает, то значит, что эта трещина незначительная маца считается цельной. Что касается мацот. И важно также приготовить, зажечь свечи, которые мы зажигаем перед праздником, чтобы они были достаточно длинные, чтобы они прогорели все то время, пока мы делаем лель седа. То, что касается вина. Желательно в лель седа пить именно вино, а не сок. И даже тем, кому тяжело пить вино, все равно должны пить вино. Если человек совсем не может пить вино, и он от этого болеет, тогда он может пить сок или смешанное вино. Женщины пьют только сок. Если мы смешиваем вино с соком, это считается как вино все то время, пока есть у него вкус вина. Как правило, это один к двум или один к трем. Есть легкое вино с небольшим содержанием алкоголя. По многим мнениям, это не считается вином. Но в любом случае это лучше, чем сок. Если нет возможности достать вино или сок, тогда можно сделать заповедь арбокусот, то есть 4 стакана на мошкеме дина, как мы уже говорили, это может быть любой важный напиток. Например, апельсиновый сок. На этом мы заканчиваем.